Книга «Открытым оком», вопрос 30, тема «Обращение ко Христу». «Как определить, насколько верующий человек?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Если бы даже не специалисту задали вопрос, как определить, живой этот человек или труп, то он бы хотя что-то мог сказать. Живой дышит, ест, пьет, ходит, разговаривает, работает, размножается и тому подобное. И насколько он живой определяет о его активности, возможности исполнять свои обязанности. Или он только то и делает, что бюллетенит. Перенесем, переложим это на духовную сторону человека. Перед нами знакомый, который ходит в церковь, причащается, молится, справляет все праздники церковные и гражданские. Верующий он или нет? Прочтем пророка Исаию, первая глава. Все это делали израильтяне. Имели паспорта, были патриотами, желали блага своей любимой родине, воспитывали людей, строили синагоги, за храм готовы были безоглядно умереть, считали себя верующими и трудились, получали премиальные. Были и деньги на сберкнижки. Но вот характеристика, данная им Богом. Исаии, первая глава. Увы, народ грешный, народ обремененный, беззакониями. Племя злодеев, сыны погибельные. Оставили Господа, презрели святого Израилева. Повернулись назад. Во что возбить еще? Продолжающие свое упорство. Вся голова в язвах, и все сердце счахло. От подошвы ноги до темни головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные, и не смягченные елеем. Слушайте слово Господне, князья Содомские. Внимайте закону Бога нашего, народ гоморский. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь. Я прельщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота. И крови тельцов, и агонцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите, являться предлецем мое. Кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидят душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь. Удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Но учите сделать добро. Ищите правды. Спасайте угнетенного. Защищайте сироту. Вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас. Ибо уста Господни говорят, как сделалась блудницу, верная столица, исполненной правосудии. Правда обитала в ней. А теперь убийцы. Серебро твое стало изгорью. Вино твое испорчено водою. Князья твои законопреступники и сообщники воров. Все они любят подарки, гоняются за мзду. И не защищают сироты. И дело вдовы не доходит до них. Но разве не было там академистов? Не было патриарха, первосвященника? Не было владык со своим панагием? Не было священников, благочинных дмитров и прислужников с широкими рукавами? Было и немало. Певцов только несколько тысяч, и регинские классы работали. Первая книга Парлипоменон, 9 глава, 33 стих. Певцы же, главные в поколениях львицких, в комнатах храма свободны были от занятий. Потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим. Выходили свои газеты, церковные мурзилки, соборовали и прочищали по-своему, по-иудейски. Они же верующие, они ждали день и ночь мессию, они готовились встретить дорогого и вжделенного для них искупителя. Но вот конец и позади, каких-то там 700 лет. Наступило Рождество Христово, и началось видимое размежевание на живых и мертвых. Кто за мечи, кто на печи, кто ангелов слушает в ночи. Правильные ответы знали, царю подсказывали и смущались его зверствами, ибо сами же страдали от этого Сталина и Ленина. Но подошли на подлое сотрудничество с ним, свои Каиафы, Сергии, спасали церковь мудростью подлой. Живы ли они были? Евангелие от Иоанна, 1 глава, 9 по 13 стихи. В мире был, и мир через нему начал быть. И мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Теперь ни для кого не секрет, что все они были мертвы и слепы. Им мешало все. Храм, богослужение, грамота, связь с сильными, мира сего, их средства на ремонт храма. Что толку во всем этом величии, если Христа там нет? Они были слепы, мертвы, и не знали этого, и не чувствовали совершенно. И люди этого не видели. Все избирали среди них себе духовников, исповедались перед ними и целовали их руки. При поступлении в их семинарии их ладыки писали им характеристики, сопроводиловки. Было свое протеже. Но вот солнце правда сошло на землю, и все-все стало выглядеть по-другому. Евангелие от Матфея, 15 глава, 14. 15 стих. «Оставьте их, они слепы, вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба убадут в яму». Евангелие от Матфея, 23 глава, 24 стих. «Вожди слепы, отсаживающие комара, а верблюда поклощающие». Евангелие от Иоанна, 9 глава, 39 по 41 стих. «И сказал Иисус, «На суд пришел я в мир сей, чтобы ненавидящие видели, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепыми». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им, «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Чтобы определить, насколько верующий человек, нужно самому иметь встречу со Христом, быть рожденным свыше, жить в Духе Святом, любить Библию. И если в другом нет ничего этого, то все остальное есть только самообольщение». Субтитры создавал DimaTorzok